Значит, сразу немножечко обо мне. Я сам из России, но уже 20 лет там не живу. Получил образование на физтехе на факультете аэромеханики и летательной техники в 98-м, а магистром в 2000-м, наша опечатка здесь. Потом уехал в аспирантуру в США, учился в университете Ноттердам в Индиане, где получил Ph.D. по аэродинамике и летательной технике. И работал после этого пару лет в Академии ВВС США, а потом перебрался на работу в Университет Калифорнии в Сан-Диего, где работаю в Центре по исследованию энергетики уже лет где-то 12, наверное. Если потом будут какие-то вопросы, можно мне на электронную почту скинуть или на Facebook меня найти. Слайды будут у Алексея Марковича, у Солон Гюрни. Проблема перед нами стоит какая-то, что у нас на нашей планете растут наши энергетические потребности. И потребление энергии с 1973 года увеличилось уже на 50%, а к 2030-му ожидается, что увеличится еще на 60%. Вариантов, откуда брать энергии, у нас не так много. У нас есть невосполняемые ископаемые источники энергии, такие как нефть, уголь, газ. Но, как известно, они производят довольно много углекислого газа, который нужно улавливать, чтобы он не попал в атмосферу, и как-то его хранить. У нас есть возобновляемые источники энергии, такие как энергия солнца, энергия ветра, энергия воды. Но, во-первых, все это пока более-менее игрушки, и нужны какие-то серьезные прорывы в производстве этой энергии, в хранении ее. А, во-вторых, если мы начнем все это экстраполировать глобально, то, конечно же, этой энергии нам для промышленных нужд не хватит, никак не хватит. У нас есть энергия атомного распада, атомная электростанция, но с этим есть немножечко непонятностей и неприятия в обществе, благодаря тем авариям, которые случались, потому что нужно как-то хранить ядерные отходы, которые остаются, где-то все это надо складировать. Есть разные тонкие моменты по поводу использования данного топлива в ядерном оружии. И есть у нас еще один вариант — это термоядерный синтез. Это вот как раз то, о чем я сегодня буду рассказывать. Правда, эта технология довольно сложная, она еще развивается, но что-то нужно для этого всего делать. Потому что потребности в электричестве к 2040 году вырастут на 80%, причем 33% это примерно придется на Китай, 15% на Индию. Вообще у нас в 2005 году, по оценкам, примерно полтора миллиарда человек пока сидело без электричества. Как видно по вот этой вот схеме, в основном это Африка, это Индия, Азия, причем не только сельское население, цифры в желтых квадратиках, но и городское, то, что в синих квадратах. Всех этих вот людей нужно будет подключить к электрическим сетям. Где брать всю эту энергию и еще добывать? Ну, подсказочки у нас приходят из космоса энергия звезд. В звездах, таких как Солнце, в других, энергия получается за счет синтеза, ядерного синтеза, который дает энергию. Мы берем два простых маленьких атома, соединяем их в атом побольше. И когда у нас с левой стороны уравнения одна масса, с правой стороны у нового атома другая масса, небольшая разница в массе, вот по этой формуле E равно mc квадрат, выделяется огромным количеством энергии. Проблема у нас на Земле теперь только в том, чтобы попробовать эти реакции воспроизвести здесь в управляемом виде. То, о чем я сегодня буду рассказывать, у нас есть установки под названием ТКМАК, происходит от русского слова, троидальная камера с магнитными катушками. Еще хотелось бы такой момент упомянуть. Наверное, многие из вас знают, что в этих термоядерных реакциях в звездах создается вся наша периодическая система Менделеева, все элементы. Те более легкие элементы вплоть до железа создаются в обыкновенных звездах типа нашего Солнца за счет слияния ядер из более простых в более сложные. Дальнейшая часть нашей периодической системы, то, что здесь обозначено синим цветом, это уже не наши звезды, это уже элементы, появляющиеся в сверхновых, в более горячих, в более плотных звездах. Как я сказал, наша задача теперь попробовать вот это все воссоздать здесь на Земле в лабораторных условиях. И что мы делаем? Мы берем самый простой элемент, водород, а точнее два его изотопа, берем дейтерий, где в ядре один протон, один нейтрон, берем третий, где уже два нейтрона с протоном. Мы их стараемся столкнуть, конечно же, так как это заряженные положительные ионы, они стараются друг от дружки отталкиваться, но если их столкнуть поближе, совсем-совсем близко, преодолев силу отталкивания, то тогда эти два ядра сольются, получится ядро гелия, и выделится энергия. Вот эту реакцию мы как раз пытаемся и провести. Задача в том, чтобы заставить эти ядра дейтерия и трития как-то вместе столкнуться и выделить нам эту энергию. Нужно удерживать, нужно разогреть эту плазму для того, чтобы их сталкивать. Нужно удерживать ее, чтобы она не касалась стенок, не улетала. Мы стараемся все это делать с помощью магнитных полей в токамаке. Ну а когда мы все это дело разогреем, когда у нас вся эта реакция загорится, начнет работать, останется эту энергию только собрать. Вы, конечно, будете, наверное, удивлены или вы уже знаете, что во всех атомных станциях, во всех станциях, где мы собираем энергию, все, что мы делаем, это мы просто кипятим воду, получается пар, который вращает ротор, динамомашину, получается электричество. Тот же принцип будет и здесь. Мы просто будем собирать тепло, которое будем превращать в электрическую энергию за счет генераторов паровых машин. Как мы можем все эти атомы, ионы, которые отталкиваются друг от дружки, удержать друг с другом рядышком? Ну, в природе они удерживаются в звездах гравитационными полями. Гравитация держит все это вместе, не дает разлететься, сжимает ближе и ближе эти атомы, они вступают в реакцию друг с дружкой. Мы же используем либо магнитные поля, как я уже упомянул, для того, чтобы заряженные частицы удерживать от касания стенок и заставлять их сталкиваться друг с другом. Либо есть еще другой вариант, это инерционные удержания с помощью лазеров. Такая установка, например, есть в Национальной лаборатории Лоренс-Ливермор в Калифорнии. Там 192 мощных лазера одновременно сходятся на миллиметровую мишень с тем же самым термоядерным топливом, который используем мы. Мощность установки примерно 500 тераватт. Пока у них идут эксперименты, тоже двигаются вперед в сторону положительных результатов. А мы пытаемся применить магнитные поля для того, чтобы держать атомы. Наша установка Токамак — это просто бублик, который внутри абсолютно пустой, откачан в вакуум, туда подается смесь Дейтерия-Трития. Есть у нас магнитные катушки, которые расположены вокруг этого бублика, создают пироидальное поле. Катушки магнитные, которые расположены в другой плоскости, создают пироидальное поле. Получается такая вот система закрученных магнитных линий, по которым наши ионы и электроны летают туда-сюда, сталкиваются друг с дружкой, а мы их пытаемся разогреть, чтобы запустить эту реакцию. Есть, конечно, и другие варианты удержания плазмы магнитными полями. Есть стеллораторы, которые немножко похожи на Токамаки, но более геометрически сложные у них очень интересная система магнитных катушек, которые не только вокруг Тора плазму гоняют, но еще и закручивают ее очень хитро, как ленту Мюрбюса. Такая установка работает сейчас в Германии, в Грайсфольде, в Вентольштайн W7X. Другой способ удержания плазмы магнитными полями – это линейные машины с областью возвратного поля, так называемая Field Reverse Configuration. Такая вот установка стоит тут рядом с нами в Калифорнии, в компании Tri-Alpha Energy, в которой работает очень много русских товарищей. Здесь плазма удерживается в линейной машине в центре, после чего разогревается и запускается энергия термоядерного синтеза. Преимущества термоядерного синтеза, они, конечно же, видны сразу. Это абсолютно неограниченное количество топлива, ведь мы можем использовать воду из всех океанов. А если вы видели на предыдущих графиках, на предыдущих слайдах, где-то было написано, что 1 грамм вещества, 1 грамм дейтерии, трики, смеси, он эквивалентен примерно 8-тоннам нефти по количеству выделяемой энергии. Поэтому топлива у нас, если мы сможем запустить эту реакцию, хватит на сотни миллионов лет. Мы не производим никаких парниковых газов, никакого углекислого газа, так что с этим заботиться нам не надо. Процесс у нас совершенно безопасный, так как у нас всего там граммы топлива, и если что-то идет не так, все это просто улетает на стенки Токамака, и никаких ядерных отходов у нас нет, об этом ни о чем заботиться не надо. Все это дело очень контролируемое, мы можем включать, выключать, увеличивать мощность, уменьшать по потребностям, в зависимости от времени суток или времени года. А что неудобно, то что технология, конечно же, очень сложная, и поэтому, соответственно, она не дешевая. Очень много сейчас времени и средств уходят на развитие технологии. Значит, сама технология, сама идея Токамака, она появилась где-то в 50-х годах, в 51-м году официально считается, ее предложили в Советском Союзе, Сахаров и Там. Первый Токамак тоже был создан в СССР, в 57-м году Т1, сейчас в Курчатове, по-моему, работает установка уже Т10, и строится, запускается Т15. Первые эксперименты, первые Токамаки были довольно маленькими, их можно было поставить на стол, то, что в английском называется Tabletop Experiment. Здесь на картинке одна из первых установок французских, ТА-2000. Вот так выглядела чуть побольше уже установка Т6 в Курчатове, в Советском Союзе. В Принстоне Токамак ТFTР долго и успешно работал, там проводились первые эксперименты по действительно использованию вот этой вот самой выгодной смеси изотопов Дейтери и Трития. Там проводились первые, ну, не совсем успешные попытки пока получить на выходе столько же мощности, сколько мы вкладываем в разогрев плазмы. То есть сейчас мы пытаемся эту плазму разогреть, запустить реакцию, чтобы она там сама горела, чтобы мы уже дальше могли загорать энергию, а не просто использовать ее для нагрева плазмы. Всего в мире за все эти годы, за 60 лет было построено примерно около 300 Токамаков, если верить Википедии. Вот здесь на картинке Токамак Кей Стар, сейчас работающий в Корее. Это один из первых Токамаков, который работает полностью на сверхпроводящих магнитных катушках. Магнитные катушки сверхпроводящие, они позволяют нам удерживать плазму сейчас по несколько минут, тогда, когда у нас на нашей установке сверхпроводящих катушек нет, и мы можем удерживать плазму всего только 6-7-8 секунд, но этого вполне достаточно для того, чтобы мы могли проводить свои эксперименты. Конечно же, при наличии сверхпроводящих, как вот на этом Токамаке в Корее, время удержания плазмы увеличивается на порядок, и намного более интересные вещи можно изучать. Токамаки сейчас строятся везде, в Азии, в Японии строится, JT60SA в Корее работает, в Китае сейчас 3 или 4 Токамака строятся и работают, азиаты активно подключаются к процессу. В Великобритании работает Токамак Jet, который самый большой из всех действующих Токамаков. Вот это вот на картинке троидальная камера, как она выглядит внутри, когда ее открывают, когда внутрь можно забраться людям уже и установить какую-то новую диагностику. я же работаю в Сан-Диего. У нас здесь Токамак средних размеров, называется D3D, D3D. Он построен был в середине 1980-х годов, и уже 40 лет успешно мы гоняем эксперименты на этом Токамаке. Здесь на картинке справа показано, что он выглядит очень похоже на предыдущую, когда нет плазмы, когда можно залезть туда и какую-то диагностику поправить. А слева картинка так вот светится плазма красным цветом в данном случае, когда мы запускаем наши эксперименты. И как я сказал, эксперименты у нас, каждый разряд длится примерно секунд 6-7, пока мы настраиваем этот плазменный разряд, пока снимаем данные. Потом минут 10-15 все это дело остывает. Катушкам нашим, которые не сверхпроводящие, необходимо остыть до нормальных температур, прежде чем можем запустить следующий разряд еще на 6-7 секунд. И вот так вот каждый день. Значит, вот на этой схеме как раз нарисовано, как наш Токамак D3D устроен. Здесь вот красная область в центре, это внутри нашего бублика, где плазма летает, когда мы гоняем эксперименты. Она удерживается от соприкосновения со стенками и разогревается с помощью вот этих вот троидальных катушек оранжевого, желтого оранжевого цвета. Для примера тут размер человека, как он выглядит рядом с Токамаком. Когда Токамак только строился, здесь у нас Сан-Диего собирался, кто-то сделал вот эту фотографию, видно вот эти вот оранжевые, медные троидальные катушки, их всего 24 штуки вокруг Токамака, для того, чтобы троидальное поле было более-менее ровненьким, без волнистости, без провалов, чтобы оно было ровно и вокруг этого нашего бублика. А когда все это собрали, и когда вокруг поставили все диагностические установки, когда вокруг поставили все системы для разогрева плазмы, то сейчас это выглядит примерно вот так. Это зал, где находится Токамак. Если присмотритесь, то вот там внизу, если видно мою мышку, как раз катушки троидального поля Токамака, а вокруг это все различные диагностики, которые сейчас. D3D, хоть он и не самый большой Токамак в мире, наверное, это самый диагностированный Токамак. Тут на нашем D3D-Токамаке самый лучший, наверное, во всем мире на всех экспериментах диагностика. Мы здесь можем снимать данные, лучшие и точнее всех в мире, для того, чтобы понять, как работает термоэдерный синтез, как нам им управлять. Эксперименты мы, конечно же, делаем не сидя не прямо рядом с Токамак, а рядышком есть комната для управления экспериментами, где вся информация о плазме, о том, какой будет следующий разряд, как он прошел, все это выводится на экраны мониторов, где народ управляет своей диагностикой дистанционно. И все это мы делаем для того, чтобы построить и успешно гонять эксперименты на следующем большом Токамаке, который называется ИТР. Это уже довольно большой проект. Строится этот ИТР сейчас на юге Франции. Здесь вид сверху на строительную площадку. Это чуть-чуть севернее Марселя. Выделили им территорию примерно километр на полкилометра, где происходит сейчас строительство. Значит, конечно же, этот ИТР — это будет огромный Токамак, потому что размер в Токамаках, как оказалось, имеет значение. Слева самый маленький. Это один из старых Токамаков, который сейчас уже не работает. У него объем вакуумной камеры внутри нашего бублика был всего 25 квадратных метров, и он практически не производил никакой энергии. Джет в Великобритании, который сейчас самый большой из существующих Токамаков, по объему плазмы примерно 80 кубических метров и уже 16 мегаватт производит. ИТР будет в 10 раз больше, чем Джет, а энергии он будет производить примерно в 30 раз больше. И у нас надежда, что когда мы построим этот Токамак, запустим эксперименты, что мы наконец-то сможем показать, что мы можем из этой плазмы получать энергии как минимум столько же, сколько мы тратим на то, чтобы ее разогреть. А оптимистичные надежды, что мы сможем производить раз в 10 больше энергии, чем мы затрачиваем на разогрев плазмы. Когда мы сможем показать, что мы можем получать энергии больше, чем мы затрачиваем на разогрев, тогда уже будут разговоры о том, как же нам строить электростанции на термоядерном синтезе. История ИТРа началась в 1985 году, когда в Женеве договор подписали Крабачев и Рейган о строительстве нового международного проекта. К этому договору подтянулось еще много стран. Но по реальности строить начали только в 2007 году. Расчистили площадку на ИГ Франции, в 2010-м только начали строить здания. И вот внизу фотография, как эта строительная площадка выглядела в 2016-м, уже когда все здания начали строиться. Чуть позже я покажу, как она выглядит сейчас, в 2020-м году. Значит, Токамак ИТР, огромнейший весит он по массе, будет примерно как 3,5 эфелевую башню, 8 тысяч тонн. Одни только катушки троидального поля, а их будет 18 штук вокруг Токамака. Каждая весит 360 тонн. Центральный соленоид в центре, тоже порядка тысячи тонн. Это очень огромный Токамак. Как я уже сказал, работает над этим проектом несколько стран сразу, потому что одной стране такой большой проект не потянуть. Здесь в данной коллаборации сотрудничают и Соединенные Штаты, и Россия, и Южная Корея, и Япония, Индия подтянулась, Европейский Союз весь целиком. Сейчас, правда, не очень понятно, как Англия будет, Великобритания как часть Европейского Союза или отдельно. Китай участники. И все это управляется Центральным комитетом организации ИТР. Вся эта стройка Токамака ИТР, она очень уникальная, и кто-то говорит, что это, наверное, самый технически сложный проект в нашей цивилизации в 21 веке, потому что нам приходится собирать огромнейшие компоненты, которые по размеру, можно сравнить их, наверное, с деталями, которые собираются на судостроительном заводе. Многотонные, по полторы тонны детали, и при всем при этом нужно эти детали поставить с дружкой рядышком с миллиметровой точностью. Например, недавно в Японии, в компании Mitsubishi, катушки троидального поля сверхпроводящие поместили в чехлы. Вот сзади видно на картинке вот эта вот огромная катушка, которая потом будет вертикально поставлена. Она помещена в чехол, в котором она будет находиться. И когда операцию завершили, то все это было сделано с точностью 0,2 миллиметра. Безумная точность для таких огромных размеров. Значит, всего на этом Takamaki, на Итаре, будет 10 тысяч тонн сверхпроводящих магнитов. Для того, чтобы они были сверхпроводящими, их все нужно будет охладить до температуры 4 градуса Кельвина. Это минус 269 градусов Цельсия. Они будут в сумме по мощности 51 гигаджул. Это невероятные вообще мощности. Мне самому сложно представить. Эти катушки будут нужны для того, чтобы управлять плазмой, для того, чтобы придавать ей форму, для того, чтобы контролировать, как идет процесс. Внутри нашей троидальной камеры будет создаваться вакуум. Для этого будут использоваться криогенные насосы, которые будут охлаждены до температуры, опять же, 4,5 Кельвина, минус 268 Цельсия. Наружная оболочка будет поддерживать, помогать поддерживать температуру внутри порядка 80 градусов Кельвина. Для всего этого понадобится 25 тонн жидкого гелия в системе, который будет постоянно циркулировать при температуре минус 269 градусов. То есть просто невероятные цифры, невероятные объемы. И вот сейчас стоит как раз задача о том, как все эти компоненты ИТРа нужно будет аккуратненько-аккуратненько собрать с невероятной точностью. Где-то приводились цифры, что всего на проекте примерно миллион разных деталей. Но вот в самом Токамаке порядка 100 тысяч, я слышал вчера, цифры, которые нужно будет вместе соединить. Для этого Токамак разделили по кругу на 9 секторов. Значит, вот эти вот катушки вокруг, это разные катушки внутри, это разные диагностические вещи. Когда будут все это собирать, чтобы представить, то вот у нас будет вакуумная камера, примерно 12 метров в центральном радиусе, 6 метров высотой. Вот человечек тут рядом нарисован для размера. Вокруг этой камеры будут находиться сверхпроводящие катушки тероидального поля для того, чтобы нашу плазму удерживать, чтобы она не касалась стенок. В этих катушках тероидального поля будут небольшие отверстия для диагностики, для нагрева плазмы с помощью полн радиочастоты, с помощью инжекторов нейтральных частиц. Потом вокруг будут находиться зеленым цветом нарисованные катушки полаидального поля для того, чтобы придавать плазме форму какую-то. будут внутри вакуумной камеры расположены панели стенок для того, чтобы смотреть, как же нам эту энергию плазмы все-таки потихонечку научиться собирать для того, чтобы превратить ее в электричество. И все это будет находиться в огромном криостате, чтобы все это не слишком сильно перегревалось. Значит, проект огромный, и, как я сказал, уже много стран во всем этом проекте участвуют, и каждая страна ответственна за производство одной или другой системы. Кто-то производит тероидальные катушки, кто-то производит катушки для контроля, кто-то делает вакуумную камеру. Мы здесь в General Atomics, где Токамак находится, мы работаем над производством центрального соленоида. не я, но люди, которые здесь тоже работают. И потихонечку все эти компоненты, которые производятся в разных странах, сейчас уже доставляются во Францию. Сначала кораблями, морем, привозят их в Марсель. Уже на июнь 2019 года 72 доставки было сделано, до 2025 года еще порядка 200 с лишним доставок будет сделано. Все это приплывает в Марсель, где выгружается на берег, а потом французскими южными горными дорогами где-то 3 или 4 ночи, чтобы никому не мешаться потихонечку, перевозятся на место, где строится Итер, в небольшой деревеньке Кадараш. Значит, как я обещал, вот так выглядит стройка Токамака Итер в 2020 году. Здесь вот видно, есть здание, в котором будет сам Токамак расположен. Рядом большой холл-ангар, в котором все детали собираются вместе. Системы для охлаждения, системы для питания электричеством, управление, главное управление всего этого проекта. Большой сайт, строительство идет. Значит, кто работает сейчас на этом проекте? Изначально предполагалось, что работать будут все примерно в равных долях, но по сути получилось так, что нанимают сейчас на работу все-таки более подходящих специалистов, а не так, чтобы было от каждого по чуть-чуть. Ну и, естественно, так как все это расположено во Франции, то большинство работников, 69%, они из Европейского Союза, но есть и из России люди, из Штатов, из азиатских стран. Значит, проект важный, проект движется вперед. И понятно, что в ближайшее время потребности наши в энергетике будут сильно увеличиваться. И если мы не хотим загрязнять нашу атмосферу, если мы хотим все-таки контролировать количество парниковых газов в атмосфере, то примерно расчеты показывают, что к 2100 году нам нужно найти где-то 25 тысяч гигаватт энергии, которая не из ископаемых источников энергии. Для Алексея Марковича тут прикинул, что черкейская газ по мощности это 1 гигаватт, суммарная мощность всего Росгидро 40 гигаватт, а к 2100 году на Земле нам нужно будет 25 тысяч гигаватт. Вот как раз эту разницу мы и пытаемся восполнить. Значит, что происходит сейчас в исследованиях термоидероносинтеза? Есть много небольших или среднего размера токамаков, как вот наш D3D здесь в Калифорнии, в США есть еще токамак NSTXU в Принстоне, в Англии два токамака MUSTJET в Германии ASDEX, во Франции Вест, в Азии, в Корее KSTAR, в Японии, в Китае, в Индии. Есть много людей, которые занимаются теорией и вычислениями. Пытаемся понять, как же плазму удерживать, как ее контролировать для того, чтобы проект ITER, который сейчас строится во Франции, успешно все-таки работал, и чтобы мы смогли все-таки зажечь эту плазму, получить энергии больше, чем мы туда закладываем. Одновременно с этим пытаемся понять, как же у нас разные материалы ведут себя при взаимодействии с плазмой, как мы можем энергию эту тепловую превращать в электрическую. в Китае сейчас строится для этих целей Токамак CFETR, когда мы поймем, что эти методы работают в ITER, в CFETR, тогда уже будет понятно, как же нам построить нашу первую электростанцию, которая будет производить электричество от термоядерного синтеза. И все страны уже так потихонечку смотрят на то, пытаются разрабатывать идеи проекта, как же нам строить эти первые электростанции. В Европе есть проект EU-DEMO, пробные электростанции. Корейцы что-то строят, K-DEMO, не строят, разрабатывают пока только на бумаге. Японцы, китайцы все над этим работают. А пока сейчас, пока еще ITER еще не работает, нам нужно решить несколько насущных вопросов. Вопросы, которые стоят сейчас перед нами, это как нам эту плазму вообще нагревать в больших токамаках при таких объемах, потому что она очень горячая, очень массивная, ее много, она неподатливая. Как там доставлять энергию с помощью антенн радиочастоты или с помощью пучков нейтральных частиц, чтобы эта плазма все-таки была горячей, чтобы процесс пошел. Как нам эту плазму удерживать в нормальном ровненьком состоянии, чтобы не было никаких нестабильностей в ней? Плазма себя ведет совершенно по-другому, чем жидкость или газ, где частицы нейтральные. В плазме это газ из заряженных частиц, где появляется очень много членов в уравнениях, которые соответствуют электромагнитным силам, и появляются абсолютно новые неустойчивости. С этим мы боремся, и это как раз та область, в которой работаю здесь я. Нам нужно еще понять, как же нам увеличить КПД этой установки, как нам собирать энергию, плазма взаимодействует с поверхностями, как энергию тепла перевести в электричество. Вот над этим проблемой мы сейчас и работаем. Давайте на этом я уже остановлюсь, скажу вам спасибо за внимание, и если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Дмитрий, да, спасибо большое за лекцию. Вот, есть, конечно же, вопросы, их, в принципе, довольно-то много. Я могу их зачитывать. Друзья, если есть желание, вы можете включить микрофон и сами задать вопрос. Ну, первый вопрос по Энтеру отпадает, потому что я вначале подумал, что про Энтеру ничего, упоминаний не будет, но оказалось, что половина лекции была посвящена как раз Энтеру. Вот, я, со своей стороны, очень, мне очень приятно слушать про то, как происходит движение в этом направлении, поскольку вот я и Сергей Растрогуев, который также находится здесь, мы работаем или работали в какой-то момент в Курчатовском институте, и было очень приятно услышать, и было очень интересно услышать взгляд с другой стороны, потому что нам преподносят немножко по-другому, как это происходит, что для меня как бы на самом деле было открытие, что подобным исследованием занимаются, естественно, на советских разработках, занимаются и в Корее, и в Америке, и в Китае, во-первых, а во-вторых, как бы преподается у нас, что в области термоядерной энергетики Россия является лидером, хотя вот эта картинка с 5% конечно намного показывает, и как патриот своей страны я бы хотел сказать, что, конечно, обидно, что мне бы хотелось чтобы вот эта разработка, которая там в конце 20 века была сделана в Советском Союзе, она все-таки как бы как технология для получения энергии была воссоздана в России, вот, но учитывая некоторые моменты, конечно, я не знаю, будет ли так или нет, но тем не менее, большое спасибо за это. Хорошо. Значит, в России сейчас, конечно же, исследования ведутся, это и Курчатский институт, который я упомянул, где установки Т-10, Т-15, это ИОФ в Санкт-Петербурге, где два Токамака работают, Туман-3М и Глобус-М. Другие эксперименты и исследования ведутся и в Новосибирске, в Буткере, и в Нижнем Новгороде, ребята знаю, работают. А так как Россия полноправный участник проекта ИТЭР, все страны, которые участвуют, имеют полный доступ к интеллектуальным разработкам. То есть все то, что будет получено на ИТЭРе, ко всему этому все страны-участники полный доступ имеют, и все это будет использоваться потом. Дальше рука поднялась. Федор. Большое спасибо за доклад. У меня на самом деле даже не один, а три вопроса. В первую очередь, насколько вообще в принципе уязвима такая система, как ИТЭР, к ошибкам всевозможным, ну то есть ошибкам в расчетах в первую очередь, и к чему могут привести такие, такого рода ошибки. То есть вот сравниваем, если атомную электростанцию ИТЭР. Значит, к чему могут привести ошибки, это к тому, что мы можем просто сломать то, что там строится, в лучшем случае. Ничего более серьезного не произойдет. Никаких, как я говорил, никаких аварий типа Чернобыльской мы в принципе не можем там устроить, просто потому, что у нас топливо-водород ДТ-ретритий в таких малых количествах, что даже незаметно будет, если что-то пойдет не так. Но на самой установке процессе неустойчивостей, с которыми мы пытаемся сейчас бороться, могут возникнуть разные неприятные ситуации, когда может сгореть полностью там какая-то диагностика. Это было бы очень неприятно, потому что из-за этого придется остановить эксперимент на год, на два, на три, пока все это дело починится. Это не хотелось бы. Вот как раз над предотвращением таких ситуаций мы сейчас и работаем, чтобы знать, как избежать. Хорошо, спасибо. Тогда еще вопрос. Есть ли возможность создания компактных токамаков для получения энергии, например, садовые двигатели или что-то подобного масштаба? Ну, чисто теоретически, наверное, да, практически, не знаю, есть разные эксперименты разработки, где народ пытается делать что-то компактное, но у них время удержания плазмы, когда мы говорим о том, что мы можем удерживать несколько секунд, а на Этере будем пытаться удерживать эту плазму по полчаса по часу, для того, чтобы собирать достаточное количество энергии, то на этих компактных установках время удержания плазмы порядка миллисекунды. Технически очень сложно, хотя разработки в том направлении ведутся. Сейчас в Бостоне, в MIT строят новый компактный токамак на сверхпроводящих магнитах, который будет заметно меньше того, что строим мы, но получится, не получится, у них будет видно. хорошо, спасибо большое. Хорошо. Федор, у тебя есть еще вопросы, или можно к следующему переходить в серию? Можно переходить к следующему, спасибо. Спасибо за вопросы. Татьяна Трифнова. Добрый вечер. У меня есть три вопроса. Я, честно, совершенно не в теме, но была очень интересная презентация, очень понравилась, слушали всей семьей. И, значит, первый вопрос. Какую защиту использует персонал? Потому что ведь есть электромагнитный фон. Значит, от электромагнитного мы, конечно же, никак не защищаемся, по той причине, что магнитные поля в Токамаке, они довольно локализованы, и если отойти чуть подальше, ну, мы находимся на расстоянии 10-20 метров от Токамака, там уже никакого магнитного боли, который можно почувствовать, нет. То есть никакого нормирования не соблюдается? Нормирование? Единственное, что у нас соблюдается, это, конечно же, радиационная безопасность, потому что, когда идет процесс, небольшой уровень радиации рядом с Токамаком, внутри Токамака, конечно же, есть, наблюдается, поэтому эти нормы, это все соблюдается. Когда гоняются эксперименты, зайти в зал с Токамаком, который я показывал на одной из фотографий, не разрешается. Можно находиться только в комнате управления, которая чуть дальше. Ну да, когда мы приходим на работу, у нас у всех датчики, которые подсчитывают количество полученной радиации. Раз в квартал эти датчики сдаются для сканирования, если кто-то получил радиации чуть больше, чем положено, он выводится в другое место на производстве. И вы мне ответили на два вопроса сразу же. И последний вопрос. Итер, когда при строительстве Итера выбирали сейсмически пассивную зону. Хороший вопрос. Насколько я понимаю, нет. Насколько я понимаю, там не совсем все тихо и гладко, там бывают небольшие землетрясения, это была одна из причин, по которой проект задерживался, потому что построить такого размера такие огромнейшие здания, которые будут выдерживать в вашем вопросе землетрясения. В моем ответе я еще могу вернуться к самому первому вопросу по поводу как мы можем сломать нашу установку, что может произойти. Это в результате неприятностей, с которыми мы постараемся бороться. Но вот одна из неприятностей может привести к тому, что эта установка может прыгать вверх и вниз на несколько метров. Конечно же, этому не хотелось бы, но когда архитекторам сказали, что у нас есть установка весом в три эйфелевого башни, которая может подпрыгнуть на несколько метров, архитекторы были в шоке. Они сказали, что мы никогда зданий не строили, которые бы выдерживали таких прыжков. Проект задержали на несколько лет, но, как мне сказали, в постройстве вот этих зданий на территории использовались абсолютно новые архитектурные технологии. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос, серия вопросов от Андрея Бабулева. Андрей Борисович, вы сами зададите или зачитать? Читайте. Хорошо. Так, вопросы от Андрея Борисовича Бабулева. Первый. Плазма при работе собирается в шнур. или распределена по объему более равномерно? Плазма в виде шнура. Она закручена как шнур, как канат. Это было видно на одном из слайдов, которые я показывал. Плотность плазмы, конечно же, выше в центре этого шнура, чуть поменьше снаружи, и стараемся, чтобы она была совсем низкая около стенок. Следующий вопрос. Какого теоретические теоретически достигаемые минимальный размер установки в будущем? Я, наверное, не готов ответить на этот вопрос. Это, опять же, был похожий вопрос, можно ли делать маленькие установки. Может быть, и можно, но это вопрос очень далекого будущего. Пока нам научиться бы производить все это в больших масштабах для того, чтобы питать сталилитейные завода, например. Следующий вопрос. Какова цена получения дейтерии трития? Кто-то, я вижу, уже прокомментировал, что дейтерии у нас бесплатные, но довольно дешевые. А вот с тритием проблема. Всего сейчас в запасах на нашей планете порядка 40 килограмм трития. Не так и много. Его используют активно в ядерном оружие. Большинство идет туда, но одна из целей нашей установки это не только получать энергию, но еще и производить тритий, который мы же используем и в процессе реакции. То есть будут специальные модули, расположенные вокруг токамака рядом со стенками, где из водорода и дейтерии будет получаться тритий, когда идет процесс и получаются быстрые нейтроны. То есть мы как бы сами будем производить и топливо, и там же его и сжигать. Следующий вопрос от Алексея Суо. Алексей, ты сам задашь? Здравствуйте, могу, да, ты сам задать. Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за очень интересный доклад. Я даже специально немножко ознакомился с темой заранее, чтобы было чего спросить. Вот, поэтому у меня ряд вопросов. Для начала, если время удержания плазмы ограничено, каким образом осуществляется процесс выработки энергии в промышленных масштабах? То есть если вы можете удерживать плазму в течение нескольких секунд, как это будет потом налажен процесс? Ну, значит, мы удерживаем несколько секунд только потому, что у нас перегреваются наши магнитные катушки, которые не сверхпроводящие, и мы не можем удерживать эту плазму больше, чем 7, 8, 10 секунд. Просто тогда у нас установка перегреется и сгорит. Нужно использовать сверхпроводящие магниты, значит, такие используются на токамаках в Корее K-Star, в Китае East, во Франции West. Там уже можно удерживать плазму минутами. На Итере мы рассчитываем, что мы сможем удерживать ее порядка получаса, часа, каждый раз не меньше. Это уже будет достаточно для равномерного получения энергии. Ответил? Как я понимаю, это будет циклический процесс, то есть запустили цикл, удержали плазму какое-то время, получили энергию, заново запустили. Либо, если это будет уже следующий этап, если это будет теплостанция, то, возможно, она будет работать уже без остановки днями. Вопрос в том, сможем ли мы произвести сейчас достаточное количество сверхпроводящих магнитов, сейчас есть новые разработки в этой области, где уже не требуется охлаждать эти сверхпроводящие магниты до 4 кельвина, они работают при более высоких температурах, это экономически более выгодно и удобно. Спасибо большое. Так, вопрос следующий. У меня не до конца ясен процесс снятия энергии с реактора. Каким образом это будет процесс избыточной энергии от синтеза переходить в процесс кипячения воды? Вот это очень хороший вопрос, потому что это как раз та область, где еще пока мало что делается, пока мы больше нацелены на то, как нам эту энергию произвести, уж когда произведем, как-нибудь придумаем, как ее снимать. Скорее всего, это будет просто обыкновенный нагрев элементов на стенках токамака, которые будут нагревать воду, кипятить ее и турбину. Будет это происходить от плазмы за счет обыкновенного теплового излучения, то, что в литературе часто называют тем же словом радиация, или за счет столкновения частиц из плазмы со стенками в определенных местах, где мы будем снимать энергию. Спасибо. Если можно, еще один вопрос. Конечно. Насколько я понимаю, технология термоядерного синтеза разработана, как вы сказали, с середины 20 века, и это не является научной фантастикой. Сколько я понимаю, проблема заключается в том, чтобы получить избыточную энергию, то есть, сверх того, что тратится на запуск этого синтеза. И, соответственно, какие лимитирующие факторы, чтобы получить эту избыточную энергию, в чем она, в чем ограничена? То есть, в объеме токамака, во время удержания плазмы, в температуре? Значит, нам нужно достичь определенного, определенных параметров в этой плазме. Мы используем такой критерий, который называется тройной triple product, тройной продукт, тройное произведение. Туда входит температура плазмы, ее масса, количество частиц и время удержания частиц внутри плазмы. Произведение этих трех величин. Проще всего это получить на больших установках, на маленьких мы не можем, на маленьких нам нужно либо разогревать эту плазму до больших температур, либо создавать огромную плотность, появляются неустойчивости, все это дело довольно технически сложно на маленьких установках. Проблема в том, чтобы построить что-то огромного размера, как вот ИТР во Франции. Спасибо большое. Следующий вопрос от Геннадия Контакова. Как вы сами зададите? Или я могу зачитать? Зачитаю. Если сравнивать сложно... Не, просто долго включался, конечно, могу сам, если не сложно. Да, сейчас тоже включусь, чтобы не быть черным экраном. На самом деле, да, любопытный наклад совершенно, хотя, может быть, мало относится к нашему профилю, но всегда любопытны те или иные пересечения в разных науках. У меня чисто практический вопрос на самом-то деле. То есть, по уровню управления, хотя, может быть, сейчас теоретически, как сравнить с АЭС? Насколько даже не то, чтобы опасность, а все-таки как это все будет управляться? Ну, конечно же, наверное, я не специалист по атомным электростанциям, но мне кажется, что процесс в атомных электростанциях, он более легко управляемый, чем то, что пытаемся делать мы. Был такой известный физик здесь, в Калтихе, в Калифорнии, Ричард Фейнман. Так вот, он сравнивал термоядерный синтез с попытками удержать желе с помощью набора резинок. Фейнмановские лекции по физике это он? Это вот он, да-да-да. То есть, то, что мы пытаемся сделать, я пытаюсь иногда сравнивать это с попытками жонглировать миллионом шариков одновременно, когда они все пытаются развалиться. Тогда нам нужно миллион жонглиров? Может быть, да. Тогда это будет просто огромный-огромный размер установки. Ну, На самом деле, да, любопытно. Процесс сложный, процесс очень сложный, поэтому все это так долго идет. Теоретически основы были понятны еще в 50-х годах, на бумажке все это выглядело прекрасно и красиво, когда начали делать эксперименты на столах в лабораториях, на маленьких установках, поняли, что все это работает, дальше уже вопросы стали техническими. Как же нам сделать все это побольше, как все это дело удержать, чтобы оно не развалилось, как все это дело нагреть, чтобы получить энергию? Ну, я к чему, честно говоря, подвигал этот вопрос не в плане опасности, а как это действительно будет управляться, потому что, на мой взгляд, наверное, это следующий уровень для искусственного интеллекта, это как раз то, что мы сейчас уже на наших установках опробуем, конечно же, у нас... Да, просто думаю, я не перебиваю, мысль, чтобы не убежала, о том, что да, здесь полностью, наверное, будет элиминироваться, то есть сводиться к нулю человеческий фактор, на самом деле. То есть то, чем занимаемся мы, мы пытаемся понять, какие ситуации могут возникнуть при данном процессе и что в данных ситуациях делать. Все это потом программируется в систему управления плазмой. Даже небольшие такамаки типа нашего D3D здесь в Сан-Диего управляются уже не вручную. Есть здесь старые товарищи, кому уже лет по 67, они помнят, когда еще перед каждым плазменным разрядом нужно было зайти и повернуть все эти ручки, тумблеры в нужное положение. Сейчас, конечно же, все управляется с помощью компьютерной системы, которая пытается снимать данные в течение этих секунд, что мы держим разряд, и среагировать, если плазма у нас начинает уползать куда-то вверх, как и... Ну да, в тумблере. Да-да-да. То есть все это, да, конечно же, все это делается. Ну просто, я прошу прощения, потому что, опять же, что мысли бежали. В старом споре физиков и лириков, наверное, все-таки искусственный интеллект появится. То есть для лириков он будет продолжать творческие процессы, а для физиков он будет управлять действительно наносекундными всякими делами, которые, ну, просто человек не в состоянии рулить. у меня все, спасибо, я получил это. Хорошо. Друзья, у кого еще есть вопросы, включайте микрофон и задавайте. Добрый день. Слышно меня? Да, Петр Федоров. Да, да. Да, здравствуйте. Очень интересно. На самом деле, вот пока слышал, возник следующий вопрос. Вот вся эта экспериментальная база, которая накапливается у вас статистически, да, на остальных токамаках, существует какая-то общая база данных для того, чтобы получить достаточно большой массив для моделирования или как, или считается, что все установки достаточно частные случаи, поэтому никакого экстраполяции не получится, не получится с общим массивом данных получить какие-то достаточное количество для моделирования и, соответственно, чтобы на том же интере, когда он соберется, можно было уже, ну, не методом тыка, да, на основе данных моделирования работает. Хороший вопрос, и мне кажется, наверное, ответ уже был в самом вопросе, да, таких вот универсальных баз данных нет, но коллаборации между разными установками, конечно же, существуют, и, конечно же, когда мы пытаемся что-то экстраполировать на будущие большие установки, то важно показать, что те модели, которые мы разрабатываем, могут не только объяснить эксперименты на нашей установке, но мы можем предсказать что-то для других установок, мы можем понять, как происходит масштабирование, если мы от маленьких или более холодных плазм, переходим к плазмам побольше, если мы поймем законы масштабирования, то мы сможем экстраполировать, конечно же, это самые успешные работы. Да, это, конечно, очень интересно, просто даже если есть ссылочка, где посмотреть, мне было бы очень интересно посмотреть результаты модерирования, если честно, и может быть даже, ну не знаю, может быть даже там студентов зарядить на то, чтобы мы тоже какую-нибудь модельку построили, мы собственно программированием конечно все занимаемся, но я думаю это было бы очень интересно на самом деле, если есть доступ свободный к этой базе, это было бы очень интересно. Ну, свободный не свободный, при подписании соответствующих документов об ознакомлении с правилами пользования базами доступ всегда можно получить. И так как Россия член этого проекта ИТР, то доступ более просто получается. Значит, я в чате оставил свой адрес электронной почты, если кто-то хочет что-то написать, всегда буду рад ответить. Спасибо большое. Друзья, есть еще вопросы? От гостей нет, но вот от меня есть вопрос. Такой он общего характера, но на самом деле мы очень много слышали, поскольку мы не физики, большинство здесь не физиков, поэтому мы из средств массовой информации получаем разрозненные какие-то там кулачки, и, например, не будет это ли так же, как и с ЦЕРНом, то есть много-много шума, много-много вот работы, но сейчас все затихло, и непонятно что. Может быть, вы немножечко даже поясните про ЦЕРН, и не будет ли так же с Токамаками и с ЦЕРНом? Меня сложно комментировать, потому что я еще не... Ну, то есть я немножко все-таки как по-английски называется biased, я слишком увлечен всем этим процессом, и мне хочется верить, что то, что мы делаем, это все полезно, и все это важно, и мне, если СМИ будут что-то не то говорить, будет очень обидно, если они будут что-то такое говорить. Но стоит понимать, что ЦЕРН это все-таки чисто научный эксперимент, где наши поиски происхождения нашего мира это главное, то в ИТАРе главная цель это все-таки технический прогресс, это все-таки получение энергии. Если мы сможем показать, что мы можем производить новую энергию на Земле, то мы будем считать, что мы свою работу выполнили. Если нет, это будет очень большим ударом по всей нашей науке, потому что надо будет думать, что делать дальше, что делать еще. Надежда, конечно же, еще на стеллораторы, которые я упоминал, они более простые, чем такомаки в смысле физики, но более сложные в техническом производстве. Такомак, который во Франции это ITER, стеллоратор это W7X в Грайсфолде. Сейчас он везде в новостях, потому что они довольно успешно его построили и успешно получают данные, но у них впереди перед ними такой же далекий путь до производства энергии, как и перед нами. И опять же все упирается в то, что если наш способ получения энергии не заработает, то возникают более глобальные проблемы, что же вообще нам делать в будущем, откуда получать энергию. Атомная энергетика? Атомная энергетика, надо еще вернуть доверие к ней, это во-первых, а во-вторых, понять где брать топливо, которое тоже ограничено, так же, как и ископаемое топливо, как нефть и газ. Количество урана плутона у нас не бесконечное, его не так много, мы его отрабатываем на несколько процентов, не полностью даже, и захораниваем в ядерных могильниках просто выбрасываем. Один из вариантов постройки электростанций будущего это некий синтез термоядерного синтеза, которым занимаемся мы, и атомной энергетики. Есть предложение о том, что наши установки типа Токамак термоядерного синтеза можно использовать не только для производства нашей энергии, но еще и для обогащения отходов от атомных электростанций, для того, чтобы это топливо можно было обогатить и снова пустить в дело. Так называемые гибридные термоядерные заводы. Если можно, у меня еще вопрос? Да, пожалуйста. Дмитрий, в этот раз вы меня увидите. Хорошо. У меня вопрос еще один такой небольшой холодный термоядерный синтез это Липо? Ну, смотря какой телеканал смотреть, мы считаем, что это полный бред. Спасибо. Так, давайте еще вопросы. Или народ уже иссяк? Да. Ну, что, господа, неужели интерес весь исчерпан? Конечно, задано было очень большое количество вопросов. Дмитрий, большое спасибо за очень интересную лекцию. Ну, пока вот можно...